ребята всем привет сегодня мы с вами едем на бордера в камбодже кто не знает это продление визы с пересечением границы туда и обратно группы я еду группой ротаной компании ротаной цена стоит вне сезон 2 900 я заплатила в комфортабельном автобусе вас привозят на границу помогают с прохождения есть новое введение почему-то в этот раз на обратной стороне ну то есть когда вы уже прошли все с камбоджи и границы и вернулись чтобы вернуться в таиланд вы долго ждете в накопителем в этот раз мы ждали два часа наша группа сделали так что теперь проходит только по номерам вот ждать можно очень долго первых пока соберется со группа во вторых это помещение это покрытые тентом участок земли где вы в духа те при жаре сидите вот здесь маленько климат отличается чем это его он тогда здесь он такой больше похоже на египетский сухой влажности нет вон там ведь народ еще сидит вот эта сама граница которую вы проходите и мы ее прошли слава богу сейчас пойдемте в местной duty free так сказать покажу что тут продается ребята прикиньте что он для меня стало открытием прямо сейчас я всегда думала что это просто вареные яйца представляете вареные обычные яйца а это знаменитый типа вековые зародышем зародышем блин я не знаю я не смогу такое попробовать мне кажется никогда кто бы из вас рискнул съели бы и они продаются пакетиками и причем покупают кстати я не видел не обращала внимание наверное раньше чтобы кто-то из туристов их покупал представляете а местный вот видите стоит человек не знаю комбайджи сон и летает я их отличаю сложно мне сложно отличить на не азиата похоже стоит покупает и нормально едят питаются тут видите тоже упакованы в пакетике а вот здесь у нас тоже вижу впервые надо признаться представляете лягушки сушеные кто-то жаловался что в таиланде малый маленький выбор закуски пивом ребята вам на границу с камбоджи или на каком-нибудь местных рыночек в таиланде не туристические думаю вы там тоже найдете сушеных лягушек тоже бы не рискнула поесть вот в таких базах мы едем на 12 человек автобус кондиционированные едут быстро вот у нас типа типа duty free сам все мы селим чем обратно сейчас по пути домой а дорога дома всегда быстрее намного чем на границу нас завезут на бесплатный а обед а сейчас пока наслаждайтесь такими видами я очень люблю смотреть по сторонам так как проезжаешь очень много поселений местных каких-то деревень городков до обычный турист вряд ли поедет вот нас привезли наконец-то как сказать на заправочную станцию да где оборудованы футкор футкорт вот здесь он по типу столовой где кормят это прямая компания ратаны и договор с этим заведением вот подается риса крис вы можете выбрать два любых блюда на выбор зачастую тут конечно все очень острое вот мы взяли карри красный фарш с красным карри где очень много перца и какую-то капустку она кстати не острая можно сказать что что-то найти и не острая я люблю такое все местное видите огромное огромное помещение вот нам сейчас наш водитель дала бесплатную водичку огромное помещение но я всегда предпочитаю выйти по есть на террасе здесь такая терраса расположена есть вентиляторы дальше она их тут называет и вот такая импровизированной джунгли от этих деревьев есть прохлада поэтому ну вообще комфортно кайфово сидеть на свежем воздухе сидеть кушать вот у нас блюдо великолепное халявное и водичка холодная сейчас уберем красный перец максимально как это возможно чтобы это был вообще едабельно и приступим я очень голодная очень голодная компания забирает тебя в четыре в пять утра а до этого ты не ну естественно не спишь да то есть не днем не свечи на не спешу по крайней мере я никогда не могу перед поездкой уснуть и честно говоря даже не позавтракала ну что-то в четыре утра как-то есть но очень сильно хочется поэтому очень голодная сейчас прогуляемся с вами по самой территории она не большая и не маленькая но есть что посмотреть смотрите цветочки здесь кактуса вот эта зона не было нет сама территория была но она не была так оборудована поставили вот эти вот скамейки красивые да типа похоже стал на какую-то каворкинг зону для работы делают можно посидеть здесь видите на каждом столике цветочки все так прям уютненько поставили даже какой-то игру за 10 бат и вы сыграете как то что это у нас что за игра я не спортсменка поэтому давайте пишите что за игра видите гамбургеры хот-доги много очень очень много очень много различные еды прям очень много начиная там от каких-то фруктиков порезанных до заканчивая всякими вот этими фастфудами смотрите вот для детей фигурки резные я так понимаю это тоже лавочки о смотрите вот это кстати моторикши да она в бангкоке до сих пор используется как такси а вот это я вижу первый раз ведь компания shell представляет свои экспонаты такой прям мини музей и здесь на зона для курения а вот эта машина видите стоит какая интересного ходу она нет вот и шин что-то сообразили выглядит типа батута вот автомат какой-то или часть автомата я так не поняла здесь кока-кола какая-то вижу куда деньги бросать откуда газировка наливается идея не обнаружила наверно не хватает все таки какой-то части от этого аппарата вот это меня очень прям привлекла вещь это оказывается представляете почтовые ящики вот такие были красивые да очень таки массивные красивые вот вот такие вот дела остановка 30 минут вот за 30 минут вы должны покушать сходить в туалет покурить если курить и вот прогуляться мы с вами а мы с вами гуляем захотелось на вам показать этот питстоп так сказать тем более здесь столько интересного можно посмотреть а вот это вот вход в кафе в начале сразу не засняла о чем сильно пожалела вот сейчас с вами сделала все дела идем гуляем и снимаем так ну это вот в другую сторону мы были влево сейчас идем вправо и тут конечно основная часть всех точек с едой с сувенирами что тут и туда же продается что-то даже продается ну штучка такая поняли на который власти таиланда решили запретить вот даже его можно купить вот эти автобусы мне очень нравится до бывшие школьные американские то делают из них кафешки такие вот люди сидят с нашей группы едят мороженое тут качели зона тоже для детей видите какая правда качели такие подуставшие но не мудрено они деревянное дерево высыхает здесь тоже сделано зона для курения туалета кстати мне что нравится в таких вот местах на таких остановках вы не только сходите в туалет помойте руки но и можно спокойно принять душ то есть если вы там дальний путешественник на дальнее расстояние дата и нету поблизости никаких отелей или нет возможности до поехать в этой то это прям вариант такой так вот здесь автомата заправочные тоже старый как старинные экспонаты до представлены от шелл и вот такие вот гоночные гоночная такая модель автомобиля ну смотрите как интересно да детям вообще самое одно самый норм вот наши водители идут наши водители идут а вот они наши красавцы наш который справа а это его коллега по работе тоже с нашей группы на несколько басов ездит обычно машине 12 человек до помещается и как правило их несколько басов идет ван даже до 8 больше басов в этот раз нас всего четыре автобуса то есть считает с небольшой группой вот так как за мной заезжают за самый первый мне достается самое козырное место рядом с водителем мужа с ним как друзья вот идет все многие хорошо не все многие многие делают видео и фото на фоне этой арки вот а наша остановка закончилась и сейчас быстренько дам чем домой дорога домой занимает ну прям меньше времени чем туда не знаю как это работает почему это так происходит ну вот как так происходит